Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости и сегодня с нами главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» Сергей Светлов. Здравствуйте, Сергей Александрович! Сергей Светлов – хоккеист, главный тренер Приморского хоккейного клуба «Адмирал». За свою игровую карьеру не раз был победителем и призером мировых и континентальных первенств, а в 1988 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР. Сергей Светлов провел 11 сезонов в московском «Динамо», собрав целую коллекцию наград в чемпионатах СССР. В 90-е годы выступал за хоккейные клубы Германии. Именно там будущий наставник «Адмирала» завершил свою игровую карьеру и начал тренерскую. За более чем 20-летний период тренерской работы сотрудничал со многими зарубежными и российскими хоккейными клубами. Для начала позвольте вас поздравить с прекрасно проведенной последней игрой «Адмирала». Спасибо. Много сейчас говорят о том, что впервые в своей истории «Адмирал» поднялся на третью строчку Восточной конференции. Это, безусловно, достижение для такого молодого клуба. Но любой успех – это всегда же сумма неких слагаемых. Вот для того, чтобы в этом сезоне «Адмирал» шел настолько хорошо и успешно. Какие слагаемые сошлись, вот ваш тренерский взгляд? Ну, я думаю, накладывается общая работа. Я считаю, что есть команда, есть клуб. Вот есть когда клуб, я считаю, что целая команда и руководство. Я слушаю персонал, тренерский штаб и сама команда, ребята. Вот это все вместе, в совокупии дает общий результат. Поэтому я считаю, что мы прошлый год довольно-таки неплохо нашли возможность. Изначально было не совсем идеально, скажем так. В прошлом году, да. Изначально было не совсем все хорошо. У нас была проведена селекционная работа, у нас были какие-то свои задолженности, долги. Второй половины мы нашли общий язык, кое-какими точками усилились. И в целом провели хорошие тренировочные процессы, подготовки. Нашли путь к ребятам. Моему мнению, создался неплохой коллектив. Мы вторую половину чемпионата довольно-таки хорошо, успешно сыграло. В это время, когда была смена руководства, руководство делало шаг нам навстречу, там какие-то моменты в плане перелета, вот мы стали чатами налетать. Медицинское оборудование, там медикаменты стали поступать, питание улучшилось, да, проживание улучшилось. Да, это тоже такой компонент, который важен для команды. Вот это все в совокупии дало неплохое начало большому, хорошему такому действию на улучшение. И я считаю, что концовку чемпионата довольно-таки хорошо, успешно сыграли. И, опять же, благодаря клубу, благодаря руководству, мы все-таки сохранили костяк команды, которую, скажем, изначально именно создался тот костяк, на ком можно строить команду, с кем можно дальше идти. Потому что команда в наш сложный регион, много перелетов, много переездов. Поэтому вот так просто прийти и покаять хорошую, достойную игру в наших условиях сложно. Поэтому у нас уже были ребята, которые прошли этот путь, прошли этот тяжелый путь, адаптировались, скажем, в кавычках, можно слово так сказать. Просто руководство пошло навстречу, мы сохранили костяк, точно сделали усиление, в общем-то, и стали продолжать ту работу, намеченную, которая была с прошлого сезона. Вот, и я думаю, что все в совокупии, все вот именно то отношение, то внимание составной клуба, руководство клуба, составные ребят с полной самодачи. Я считаю, что вот это все вместе, вот это дает именно общий процесс, общая хорошая работа, дает результат. Вы здесь в Приморье работаете уже, так сказать, второй заход здесь в Адмирале, да. И когда клуб только начинался, вокруг был огромный болельщийский ажиотаж. Но многие скептики говорили, что вот, мол, пройдет вот эта волна любви к хоккею, пройдет несколько сезонов, и вот этот вот ажиотаж утихнет. Сейчас, когда клубу уже определенное количество лет, наши болельщики, вот вы смотрите на них, да, в 2019-м, они все такие же яростные. Конечно, я думаю, что в принципе, вот, хороший хоккей, или каких-то таков, это различный вид спорта, который притягивает людей. В общем, многие болельщики приходят первый раз, и потом, когда они по живьем посмотрят, чуть немножко понимают, тяжело оттащить обратно. Вот одно дело, когда ты сможешь по телевизору хоккей, да, там, на экране телевизора, то, что в Триборском крае в свое время не было, живьем-то мы и не видели, как такового, наши болельщики не видели живьем хоккей. Когда приходишь на трибуну и видишь хороший, достойный хоккей, и команда не просто мальчик не любит себя, а пока достойно хороший хоккей, и выигрывает, и играет красиво, интересно. Я считаю, что это захватывает. Поэтому, я считаю, когда команда играет хорошо, и когда команда выигрывает, и когда команда покажет хорошую игру, зрелищную игру, да, и вот эта атмосфера, которая здесь присутствует, да, она так вдохновляет, и так, вау, получаешь такое эмоциональное наслаждение от всего происходящее. Поэтому после всех этих хороших игр столько звонков, столько эмоций, там, прям, и работать хочется, и что-то делать хочется, и хочется еще прийти. Я считаю, что при любой ситуации хоккей никогда не умрет, в плане, ну, в плане понимать, что такого, да, и поэтому он так и будет зверичный, так и будет потягивать народ, и я считаю, что если ты пришел на хоккей, болеешь в свою команду, и ты раз почувствовал, что это такой вот получающий адреналин, это удовольствие, это наслаждение самой игрой, самим процессом, я думаю, болеть как-то неуютно. Мои родители и мама, в частности, часто с теплотой вспоминают времена своего детства, когда и по ночам вместе с отцом они вставали, включали телевизор, смотрели хоккейные матчи, потому что, ну, в Советском Союзе не было религии, да, религия заменял хоккей и вообще любой к большому спорту. Вы в детстве пережили вот этот этап? Конечно, конечно. Ну, такой вот безусловной любви. Тот же этап, в общем-то, с того времени, даже советского времени, все-таки хоккей у нас вышел на уровень, высокий уровень. Ну, когда номер один все-таки была, и красная машина была, и все переживали, и многие были чемпионаты, и мира, и Европы, и Олимпийские игры, считаю, что вот когда ты поднимаешь этот высокий уровень, ты получаешь любовь болельщиков, и когда ты эту любовь оправдываешь, и вот видно, что ребята не просто играют в хоккей, а где-то с собой жертвуют, где-то вот полная самоотдача, где-то, не щадя себя, ловят шайбу на себя, там, да, вот, не жалея противника, бьются, вот эта вот самоотдача, это, видно, это как любой мужчина, может, где-то, ну, там, ну, все воины, скажем так, в кавычки, да, и когда воин идет и защищает честь страны, честь Родины, да, я считаю, что это стоит уважения, это не относится по всем по-другому, так же, думаю, этот хоккей, как таковочки, может, то вид спорта, это часть того, что видно, что ребята сражаются за Приморский край, за Родину, за Россию, как таковую, на каждом этапе, я считаю, что это тепло передает от болельщиков, и мы для них играем, мы для них работаем, мы для них трудимся, я думаю, что они все вместе получили удовольствие. Как игрок, вы, безусловно, воспитанник советской хоккейной школы, насколько вы сегодня, как тренер, опираетесь на нее в своей работе, или слишком многое поменялось? Скажу однозначно, в любая база, начальная база у человека должна быть. Советский хоккей, советская школа, я считаю, что она из нас самых одних и самых лучших была в свое время, как таковой, да, не хотелось бы не занижать достоинства сегодняшней школы советского хоккея, да, но мы принимаем все, что лучше, потому что мы вышли там, мы, скажем, было время, что многие ребята и уезжали, и за границу поработали, и в Европе, и в Америке, и в лучшей лиге НХЛ, поработали ребята, многие вращаются, и принимая тот опыт, тот опыт работы, который происходит там, смотрим здесь, вот, я считаю, что хоккей, он сам по себе развивается, поэтому в свое время, в мое время было, очень много было товарищей, встреч между разными клубами, национальными клубами, командными клубами, да, мы обменились своим информацией, делились своим опытом, нас изучали, мы изучали, я считаю, что это дает общий толчок развитию общего хоккея, как такового, да, нельзя сказать, я люблю советский, американский мне нужен, нет, сейчас тенденция такая стала вообще в мире хоккея, то мы принимаем одно у другого, и ищем лучшие пути, и улучшаем общий хоккей, не на воспользе как таковой, да, вот, и поэтому сказать, я сугубо так, сугубо так, не скажу, ну, то, что база советского хоккея, это дала вот именно изначально, вот именно то начало, то великое шествие нашей сборной, вот наша школа, которая, я считаю, что у меня была на из-за ключевых, принимая ее, продолжая идти дальше. В разных профессиональных лигах, скажем, НХЛ, КХЛ, есть какие-то отличия стиля игры, где-то, может, она более скоростная, где-то более силовая, или сейчас это, ну, более унифицированно все выглядит? Ну, тенденция, она плюс-минус одинаковая, как таковая, все-таки силовой, быстрый хоккей, комбинационный хоккей, агрессивный хоккей, он сейчас данную ситуацию объединяет, скажем, если сравнить НХЛ, КХЛ, да, просто исходится из того, из качества игроков, те самые лучшие элитные игроки все-таки играют там, мы вторая по существу, ну, по уровню игроков, мы скажем, здесь, но, тем не менее, да, отличается игра, ну, как любой, любой команда, где у тебя больше команда мастеровитых игроков, поменьше мастеровитых, поэтому ты, учитывая нюансы своей команды, какие у тебя игроки, какого качества игроков, да, ты строишь свою тактику, да, или учишь, становишься сильнее, поднимаешься наверх своей командой, или, скажем, исходишь из того, что тебе на сегодня дать результат, поэтому я считаю так, что сложно сравнить там и там, в принципе, тенденция хоккея, она плюс-минус одинаковая, вот, еще многие мы смотрим и мировые чемпионаты, и европейские, там, кубки, соревнования, сборные выступают, мы смотрим противника, противника смотрит нас, мы общаемся, мы изучаем, тенденция такая, что уровень хоккея очень высокий во всем мире. Ваш дебют как тренера состоялся, насколько я знаю, в Германии. Да, да, получилось. Да, а вот когда вы были игроком, вы как-то мысленно на себя уже примеряли эту роль, либо все пришло именно в тот момент, когда поступило предложение? Сложно сказать, в принципе, да, я еще сам играл в хоккей, я закончил пединститут имени Крупского, педагога, в общем, как будто в перспективе я планировал быть тренером или педагогом, как таковым, да, но так спонтанно получилось, что я сейчас играл в хоккей, грубо говоря, был сам игроком, и планировал завтра быть тренером, такого не было. Как-то нам получилось спонтанно, в одну секунду нужно было перестроиться, да, все-таки я скажу, что разница между тренером и игроком очень огромная, колоссальная. Всем другие восприниматели, восприятие, всем по-другому смотришь на хоккей с разных точек, совершенно за точек, и совсем понимание как таковой игры, понимая игры, как ты тренер стоишь, да, это совершенно разные две совершенно разные формы хоккея как такового, да, одно дело ты сам что-то исполняешь, другое должен передать, чтобы тебе твои мысли реализовали в действии, поэтому нужно было перестроиться, понимать, какие-то там что-то было, как-то листать книжки, уходить сначала, искать глубину изначально, что-чего, да, были какие-то свои сложности, были какие-то задумки, как они стали, они потом появляться стали, что-то ты пробовал, что-то не получал, потом искал себя, потом какие-то упражнения придумал, изначально вспоминал где-то что-то, ты сам делал какие-то упражнения, потом значимость этих упражнений, потом их пробовал, получалось, не получалось, нужны, не нужны, поэтому я считаю, что то, что мы тренируем на льду, вот эти, в кавычках, упражнения тактические действия, такие упражнения, они должны иметь свой смысл, просто, когда какое-то упражнение просто так, оно бессмысленно, оно и ничего не даст, Поэтому нужно подобрать те формы подготовки игроков, ту форму, ту передать, те упражнения, те знания, которые ты знаешь, чтобы игрок смог это реализовать в жизни, на себя попробовать и потом стать лучше. Вот ты можешь давать такие непонятные упражнения, ты сам не понимаешь, игроки тебе более не поймут, поэтому смотришь, как уровень игроков, смотришь, какие ребята, на что они способны. Исходя из этого, ты даёшь сначала лёгкое упражнение, потом тяжелее, тяжелее, потом идёшь поэтапно и усиляешь свою игру, потом исходя из того, какой у тебя материал, материал это ребята, какого уровня находишь. Поэтому можно дать какое-нибудь сложное им задание, чтобы они выполнили, и они его не смогут. Поэтому поэтапно доводит этот уровень, который тебе можешь дать. И поэтому мы вместе растём, мы растём, ребята растут, и мы вместе делаем одно дело, и команда в целом начинает дать обороты. А насколько вы, как тренер, опираетесь не только на свои реальные знания и опыт, но и на интуицию? Насколько этот элемент важен в вашей работе? Ну, интуиция, это сложно сказать, опыт, он должен быть присутствует постоянно, да? Но интуиция, это вот нужно в нужный момент поставить какого-то человека, потому что вот всё-таки кадры, есть такая хорошая фраза, кадры решают всё. Поэтому с кадрами тоже в нужный момент, нужна вот эта интуиция. Что правильно сказать? Боять всё-то не получается, да? Надо найти какое-нибудь правильное слово, потому что это слово, оно очень важно. Как ребята его услышат, так они среагируют. Это надо, может, где-то и поругать, может, где-то и похвалить, а может, и кого-то попросить, а кому-то подзатыльник дать, но я уже образно даже те же слова. Поэтому вот эта интуиция, нужно вот именно найти правильное слово в нужный момент. Какое слово, никто не знает, я сам не знаю. Ему нельзя подготовить вот этот твой жизненный опыт, твоя прачка, дает тебе возможность, именно тот нужный момент найти нужное слово. Может, у него не найдёшь, а может, ничего не получится, и так тоже бывает. Перед нашей встречей я посмотрела несколько программ, уже записанных с вами, несколько ваших интервью, и у меня сложилось впечатление, что вы человек совершенно не авторитарный в своей работе. А вот насколько вообще такое качество, как авторитарность, необходима тренеру в большом спорте? Ну, всегда нужно. Ну, как без этого? То есть тренер – это в любом случае диктатор, да? Сложно сказать. Ну, демократия – это шаг, в кавычках, я уже не знаю, к анархии. Может, пять секунд летать, свобода действий всем игрокам, делать как хотите, да? Такого, в принципе, не должно быть. Оно должно быть, чтобы быть дисциплинированно. Да, есть нюансы, можем пообщаться, можно поговорить, но то, что касается дела, давайте будем делать вместе, да? Если когда у какого-то изначального дела несколько есть два-три хозяина, да, то получается, понимаете, да, один налево, другой направо, как лебед, как и щука, да? Поэтому дисциплина, порядок должно быть, да, и поэтому есть свои правила, там есть какие-то законы, которые ты сам ставишь в команде, они должны исполняться, да? Потому что если там начинает такая возня, то это будет действительно анархия, вот, а это не должно в большом спорте быть. Уважение, авторитетом, правильным словом, правильными действиями, веря, самое главное, в то, что ты делаешь, что ты сказал, должен в это сам верить. Если ты не веришь, то получится, как ты был тут. А если ты уверенно говоришь, что это правильно, и это выполняемо, и если ты исполняешь, оно достигает свои цели, то получается автоматический авторитет. Как игрок вы достигли, наверное, всех возможных спортивных вершин, включая выигранную Олимпиаду в Калгари в 1988 году. А будучи тренером, нужно ли ставить себе некие высоты, которые хочешь достичь? Обязательно. В этой ситуации немножко тренером сложнее, вот, именно добиться каких-то высот, но, тем не менее, ты как любой спортсмен, тренер, или ты спортсмен, ты ставь себе цели и задачи как таковые, к ним иди. И, например, ты сейчас получаешь какую-то команду, значит, у тебя задачи такие, воспитать хоккеистов, стать игроков, стать педагогом, стать отцом, воспитать хороших, достойных наших молодых людей, нашего поколения, чтобы они, если никто не попал в хоккей, они потом стали нормальными людьми, стали нормальным вести образ жизни в нашем социальном обществе, да, как такового, да. Это первая задача, да, там, в принципе, не повсюду, ты детей, ребятах воспитываешь. Дальше у тебя какой-то там клуб, какие задачи, ты все равно ставишь задачи, там, берешь команду, там, ну, примерно, с последнего места, донять там одну выше, да, есть идти дальше. Получается, что, может быть, в итоге там игроков других, качество другого появляется, финансовая сторона, значит, есть планы клуба, там, подняться выше, в общем, ты начинаешь эту работу, идешь дальше себя, естественно, тебе работа привыше всего, если ты приходишь на другой уровень, да, просто воспитать молодежь, дать им хорошее, там, будущее, тебе стать, значит, дать им какое-то место, там, там, пятый метод, там, там, четвертый, третий, так дальше, надо постоянно себе ставить цели, идти наверх, да, и поэтому любой там тренер, я также себя сравниваю с другими тренерами в нашей днике, да, с другими командами, да, и, естественно, я хочу быть лучше, хочу быть сильнее, доказать всем, что я состоятельный и лучше тех, тех других, я никогда не успокоюсь ни на чем. На одной команде, на моментовой игре, я всегда буду добиваться максимализма при любой своей деятельности. Ну, кстати, это наблюдение жизни, думаю, многих, что те, кто общается с людьми из спорта, люди спорта, даже если они потом работают где-то в бизнесе или еще где-то, это всегда люди цели. Так должно быть, любой мужчина должен быть в своей цели и идти к ним, потому что если ты успокоился, все, считаешь, что ты умер, если тебе уже ничего не интересно, у тебя ничего, никакого будущего нет, даже ты сам себе никакого план не построил на будущее, да, чего, просто довольствием тем, что есть, а этого мало. Мне кажется, что любой человек – это нормальный мужчина, который как таковый, может, и женщина тоже самая, не спорю, не знаю, да, может быть, наоборот, потому что, может быть, женщинам обычной и малым довольствоваться, да, мужчины, как карьеристы, я скажу так, да, и идти вперед, и строить новые задачи, достигать их, я считаю, что ты получишь то удовольствие, которое вроде чего ты все-таки делаешь. Найти и добыть своего мамонта мужчине необходимое и в 21 веке. То есть на дно нашел, ищи второго, да? Точно. И побольше. Мы находимся далеко от Москвы, далеко от центра, и эта территориальная наша особенность, конечно, дает определенные сложности команде, которые вы переживаете, собственно, вместе с игроками, все перелеты и все остальное. Какой для вас идеальный выходной день? Ой, выходной день идеальный, сложно сказать. Вот, например, в Владивостоке, да, вот я с удовольствием могу выехать на этот русский остров, вот просто вдоль берега погулять, дойти к обрывочку, посмотреть вот на эту красоту, все это тоже один из вариантов идеального отдыха. Идеальный отдых провести вместе с семьей, скажем, я очень люблю там пойти в театр, в кино, скажем, как таково, именно такой классик, даже тоже балет, как-то не так давно, ну, раньше почаще было, недавно сходил, посмотрел, меня очень вдохновил, очень интересно. Так что я считаю, что, может, я уже в будущем пошел такой, побольше мне классики хоть, театр там такого, да, только классическую посмотреть, коль-финь, коль-классику, да, не просто сейчас вот современные, которые модные, где-нибудь пив-паф, там, ой-ой-ой, какие-то такие красивые, но это уже мало пролещает, хоть что-нибудь серьезного, да, можем просто проспаться, вот, учитывая наш регион, просто можем провести, я вот называю, день Лени, просто взять, подлежать, поспать, да, потому что иногда тоже бывает усталость накапливается, там,ушки, у нас регион такой часовой пояс, время менять плюс семь, ну, минус семь часов, да, тоже потихоньку ведет наслоение усталости. А в целом, я считаю, что любой отдых, который отвлекает от хоккея, ну, просто летом на рыбалку, на охоту, не знаю, под воду нырнуть, в общем-то, это как хобби, она всегда приемлется, но в сезоне, в каком-то именно в сезоне, это сделать все сложно, поэтому, в принципе, все выходные, какие-то такие вот более подвижные, более какие-то такие вот интересные, это во время паузы, когда летний период начинается, а в сезоне, сейчас, вот, на сегодняшний момент, практически как такового нет. Вот, кстати, вы сказали нырнуть, ведь дайвинг одной из ваших увлечений, а вам доводилось в Японское море погружаться? Здесь все не дошло, вы приезжаете, работаете, ну, красота, приезжаешь, время не позволяет, время не хватает, короночный процесс, нужно компания, время одному как-то несподручно, да, вот, а так, в общем-то, больше нырял, когда вот, времена отпусков. Ну, я думаю, можем завершить, безусловно, желаю вам вашей работе успехов. Спасибо большое. В этом сезоне, который в разгаре, и спасибо большое, что были с нами. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok